Добрый день! Прошел год, и это третья часть ответов на вопросы. В конце декабря я опубликовал запись, под которой можно было задавать вопросы, и вы их задали. Поэтому отвечаю. Кто не видел первые две части, ссылки может найти в описании. Это рубрика ежегодная, четвертая часть будет через год. Отвечать буду на вопросы в порядке появления, и вопрос первый задает Кирилл Кубик. Какие сложные бюджетные головоломки посоветуешь? Ну, бюджетные, значит недорогие, до 1000 рублей, наверное. Вот недавно я купил Бивочка Родот. Это, конечно, 3D принтер, вращается своеобразно, но непростая головоломка и недорогая. Но лидером, конечно, будет являться в этом отношении какой-нибудь Папет Куб. Стоит дешево, собирается непросто, и отвечает всем требованиям. Также бюджетная непростая головоломка, это Куб Вертолет, компания Лан Лан, либо от аналогов. И еще сюда же я бы отнес, наверное, все же не совсем дорогая, но машина времени с цифрами. Недавно делал обучающее видео. Интересная головоломка, посложнее, чем без цифр. Едем дальше. Вопрос следующий. Есть ли в плане покупка Yuxin Petaminx, Tiramix, или, возможно, вы ожидаете модель Тираминкса от Диан Шенг, или уже двух кубиков? Ну, Тираминкс и Петаминкс у меня есть, даже в двух экземплярах. Это версия от Сенгсо. Неплохая, но без магнитов. Хоть и с наклейками вращаются нормально. Возможно, от Yuxin вращаться будет лучше, но Тираминкса у меня уже два. И третий немагнитный мне определенно не нужен. Если я куплю, то следующий уже будет магнитный, если буду покупать. То же самое касается и Петаминксов, их у меня тоже два. Я очень жду магнитный киломинкс хоть от кого-то. Yuxin пообещался картинками, что киломинкс магнитный выпустит, вернее, мастер киломинкс. Но в продаже есть только немагнитная версия, хотя картинки обманывают покупателей своими нарисованными магнитами. Возможно, позже сделают. Вот магнитный я обязательно куплю мастер киломинкс, хотя их у меня тоже два, от Сенгсо, от МФ-8. Ну и пока нет магнитного мастер киломинкса, я и не запускаю серию обучающих видео по большим додекаэдрам, да и по маленьким. Но мегаминкс есть, надо записать киломинкс, мастер киломинкс, потом уже гигаминкс, который часто довольно просит. Все должно быть по порядку. Далее целых семь вопросов от Дмитрия. Первый. Алексей, индустрия головоломок угасает или развивается? Какие тенденции наблюдаете? Ну, спидкубинг пока держится. Хоть и в России ВЦА-соревнования не проводятся, но проводятся не ВЦА, хоть их и меньше. Мне кажется, сейчас головоломки развиваются, но не так быстро, как это было раньше. Новые модели появляются. Появляются даже интересные головоломки, необычные. Старые головоломки типа больших кубов и больших додекаэдров становятся гораздо лучше. Магнитные всякие 12 на 12 уже вышли, 13 на 13. Могли бы мы о таком мечтать несколько лет назад? Наверное, могли бы, но их не было. А сейчас это можно все приобрести. Развитие идет. Хотелось бы, конечно, больше, но пока как есть. Деградации я пока не вижу. Как продвигается в освоении кубов ваш сын? Ну, сейчас он учится в школе, ходит в спортивные секции и не ездит на соревнования. Но, как мы помним, самая большая мотивация в исследовании головоломок – это были соревнования. А я пока их не посещаю. Поэтому не развивается. Но вот недавно мы с ним собирали головоломки. Он показал примерно те же результаты, что и раньше. То есть после большого перерыва он собрал 3х3, менее чем за минуту. Он собирает методом для начинающих. 2х2 пособирал. Вспомнил, как собирается клок и пирамидка. Дочь у меня собирает пока только совсем простенькие головоломки. У нее отдельно есть полочка. Она может покрутить. Но делают дети это нечасто. Грустно. Хотелось бы чаще, но я никого не заставляю. У них сейчас большая занятость. Мы следим за образованием детей. Поэтому они делают всю домашнюю работу. Даже чуть больше. Дополнительную делают. Времени сейчас мало. Но иногда кубики собирает. Назовите самые интересные модели Крэйзи Кубов. Ну и есть серия от МФ-8 и Даян. Именно Кубов. Есть серия Титраэдров, Октаэдров, Пентаэдров. Это интересно. Но если именно про Кубы, то наверное интересны те, которые еще не собрал. Вот у меня Меркурий пока еще не собран. Я не смотрю обучающие видео других, чтобы самому познать. Остается пара элементов, которые не собираются так, чтобы не разрушить что-то другое. Если вспомнить, что есть еще циркулярная серия, которую тоже называют Крэйзи. Вот недавно приехала у меня четверка версии 3. Пока не знаю как собирается, даже не перемешивал. Наверное будет интересно. Но четверка версии 2 собирается интересно. Мне нравится. Ну если это считать Крэйзи. Хотя почему бы и нет. Назовите самые интересные модели Миксап Кубов. Ну Миксап это вот такие вот головоломки. Почему-то достал все кроме 3х3. Их особенность в том, что они могут странно поворачиваться. Для этого нужно повернуть как-то вот так. И доступно будет следующее вращение. Есть серия вот таких вот Миксапов обычных. Миксап Плюс. Миксапы всякие многослойные. Похожие на 4х4 Миксапы. Но это все равно Миксап. Кстати, 4х4 полегче, чем 4х4х3. Есть Миксапы вот такие вот. Огромные. Серия здесь большая. Их там чуть ли не 10 разных видов. И эта модель нулевая. Возможно, вот эти, которые поворачиваются по 30 градусов. И будут интересны. Ну и помимо них есть других форм Миксапы. Но такие я не покупал. Я думаю, вот из этой серии можно найти какой-то интересный. Но их так много и стоят они недешево. Поэтому я не покупал. Этот мне подарили. Назовите самые интересные модели из сложных кубов. И покажите их видео. Ну, сложные кубы, они до тех пор, пока ты их не соберешь. Я достал те, которые особо не собирал. Хотя этот я собрал. Но здесь уголки еще внутри. Кажется, именно тут имеют цвет. И с ними я пока не работал. Может, я ошибаюсь. Вообще, всем известная морфа Ауреола. Сейчас я ее искать не стал. Вот наподобие как у Ауреола, только с дополнительными элементами. Головоломка. Тоже мне подарено. Вращается чуть похуже. Но чем-то похоже. И еще вот такой вот с куб 2х2 от Limcube. Их было две версии. Вращается как 2х2. А чтобы вращалась как с куб, нужен только из определенного положения вот этих вот элементов с черточками. Пока не собирал. Может, это не так сложно. Но пока подопределение попадает. А так, много из сложных головоломок. Какие-то долго собираются. Какие-то не очень. К примеру, до сих пор ГОСТ с Кьюб не собрал. Не находится что-то на него времени. Вот некоторые примеры. Ну и седьмой вопрос. Скорее утверждение. Поколение учеников Чечнева сменилось на учеников Ярыгина. Приятно, черт возьми. Но если вы наблюдаете такую тенденцию, то это, конечно, приятно. Хотя Максим Чечнев неоспоримо внес большой вклад в развитие спидкубинга. Да и продолжает он эту деятельность. Обучает детей. Но мне приятно, что есть много людей, которые научились собирать головоломки именно по моим видео. Недавно ко мне даже обратился коллега по какой-то давней работе. Его сын сам нашел мой канал. Смотрит обучающее видео, собирает головоломки. И оказалось, что мы с его отцом знакомы. А так, да. На видео по сборке 3х3 больше миллиона просмотров. Видео определенно востребовано. Хотя оно уже больше 4-5 лет назад снято. Да, приятно. Следующий вопрос. Сдает Мека с цифрами. Можете посоветовать бюджетную двушку. Примерно 700 рублей. И будет шикарно, если она будет с магнитами. Но немагнитные кубы давно уже не актуальны. Поэтому без магнитов я советовать и не буду. Но лучшим вариантом сейчас за любые деньги, он уже давно такой, является ЧИИ МС 2х2. Вот такой вот кубик. Я считаю, что он потрясающий. И выполняет все задачи на данный момент. И может конкурировать даже с более дорогими кубиками 2х2. Всегда советую именно его. Покупайте, не пожалейте. Но главное, если у вас есть головоломки, не забывайте покупать смазку, хотя бы белую мару. Его в большинстве случаев хватает. ЧИИ МС 2х2. Бюджетная отличная двушка. Следующий вопрос. Актуально на сегодняшний день покупать головоломки Рубикс Мэджик и прочие? Ну, Рубикс Мэджик – это магия Рубика. Вот такая вот интересная головоломка. Недавно пускал обзор. Нет, наверное, не актуально. Только если для коллекции и хотите немножко сменить кубики на что-то другое, замысловатое. Почему магия Рубика была изъята из дисциплин ВЦА? Да потому что всегда собиралась одинаково. То есть из одного положения нужно собрать другое. И собиралась уже за секунду. И лидерам ВЦА показалось это неинтересным. Ну, трудно не согласиться. Соревновались в двух версиях. Обычная магия и еще мастер магия, у которой чуть больше деталек. Сниму про него видео тоже в скором времени. Как время это найду. На лесках здесь все соединяется. Хитрым образом можно менять рисунки и положение. Ну и магия, конечно, позволяет создавать причудливые формы. Для спинкубинга нет, а так для разнообразия можно. Еще и магия более длинная, но купить ее, наверное, не так просто сейчас. Но есть панелей гораздо больше, до 20. Чуть позже Дмитрий написал еще один вопрос. На 2024 год, какие планируете выпускать обучающее видео? Интересуют именно сложные кубы. Планировать я, конечно, могу много. Но сейчас мне время особо не позволяет делать большие работы. Поэтому в конце 2023 года можно было видеть много обучающих видео по простым головоломкам, шейп-модам 2х2. Просто был выбор, либо сделать их, либо не сделать ничего. И я склонился к первому варианту. Сделать простую головоломку, чтобы продолжать тенденцию выпускать каждые 2 недели обучающее видео. Иногда я их меняю на видео формата DIY, как что-то сделать. Ну и это видео ответы на вопросы тоже заменит одной из обучающих. Так как она очень трудозатратная. И сделать два подряд видео обучающие и ответ на вопросы я сейчас физически не смогу. А так хочется, конечно, но это, наверное, ближе к лету, действительно сделать куб бабочку. Не сильно сложные, но все же, всякие коптеры на основе бабочки. И продолжить серию по кубоидам. Это обязательно хочется. 3х3х2 недавно спрашивали. Это надо сделать. У меня есть полочка, на которую я откладываю головоломки, которые надо в ближайшее время как-то изучить. Сделать на них обучающее видео. И там очень много всего. Но обещать чего-то конкретного не буду, так как вы будете потом спрашивать, когда же, когда. Да, и Сиамский куб тоже хочется сделать. Да не один, а именно обучение. Но это опять, когда получится. Дальше большой блок вопросов от Романовский 608. Там их больше 20-23 штуки. И начинает он с таких слов. Добрый день, Алексей. У меня есть много вопросов. Да, действительно, их много. Что лучше, Чиимофанги МС 2х2 или Юксин Литл Мэджик 2х2? Ну, эту двушку я сегодня уже показывал. Поэтому здесь нечто другое на кадре. Вращается не так легко, как 2х2. Но все же вращается. Конечно же, лучше МС 2х2. Но сейчас очень мало плохих кубиков. 2х2 магнитных. Поэтому на любом, я думаю, можно забирать хорошо. Даже на Агане. 2х49. Хотя нет. 2х49 это, наверное, последняя плохая двушка, которую выпустили. Аган 251 вполне хороший. Там сейчас много продолжений. Я их уже не покупал. Двушка – это такая дисциплина, которой я тренирую меньше всего. Меньше всего за ней слежу. Так как уже полно хороших кубиков даже у меня в наличии. Я собираю примерно за 5 секунд. В среднем сотка. И для таких результатов мне хватает тех кубиков, что у меня есть. И МС 2х2 за глаза хватает. Следующий вопрос. Вы когда-то собирали судоку-куб? У меня есть судоку-куб вот такой. С циферками. И для меня он почему-то классический. Но есть другой судоку-куб. Я вот недавно делал 2х2. Такой. Можете поискать на канале. Где не циферки, а цвета разные. Здесь 9 разных цветов. Такой. Только 2х2 собирал. 3х3 у меня в наличии нет. Думал его сделать. Как и 2х2. Но пока эту идею отложил. Не так уж и сильно хочется. Вот такой судоку-куб собирал. Далее классический вопрос. Когда вы начали увлекаться спидкубингом? Это был 2015 год. Увидел того самого Максима Чечнева на ютубе. Попросил одного из своих учеников купить мне где-нибудь кубик Рубика. Он мне принес палатку. Я научился собирать. Но с тех пор и понеслось. На дворе уже 2024 год. Уже 9 лет. Вы участвовали в онлайн соревнованиях по спидкубингу? Да, участвовал в каких-то. Как-то проводили. Даже снимал на видео. Не помню название. Но и как-то раз участвовал в Кубинг Тайм. То есть соревновал по ним. Можно ли считать за онлайн? Они проводились раньше. Ну, были ежедневные. Вернее, еженедельные контесты. И в них может было участвовать вроде как соревнования. Для всех. Не знаю, работает ли это сейчас. Надо как-нибудь проверить. Иногда возникает желание посоревноваться. По крайней мере, зафиксировать свои результаты на данный момент. Так я каждый день не тренирую каждую дисциплину ВЦА. Какая у вас любимая фирма кубиков у меня чаи? Ну, именно любимой фирмы я бы так не выделял. Да, конечно, у меня есть теплые чувства к Даян. Так как с него у меня начинались профессиональные трешки. Даже была поговорка Даян. Никому в руки не Даян. Так как ученикам не давать покрутить Даян. Надо что-то попроще. Но было это давно. Сейчас я уважаю фирму Сэнксо. За то, что она делает много интересного. Хотя не всегда разного. Вспоминаем циркулярные кубики. Разные на вид, но одинаковые по сборке. Чи тоже молодцы. В общем, мне нравятся больше не фирмы, а сами головоломки. То есть у каждой фирмы есть какие-то удачные. Вот отличный Мегамикс. Даян. Да, отличная трешка. В прошлом видео было Гухонг Проэм. У Сэнксо отличная циркулярная серия. Очень интересная. Сделают хорошо. Значит молодцы. Значит мне нравится. Вы когда-нибудь магнитили кубики? Ну кубики может быть и нет. А вот кубоиды да. 2х2х3 магнитный от Чи и 3х3х2 тоже магнитный, тоже от Чи. Очень хорошие кубоиды. Они были изначально и без магнитов, но с магнитами стали еще лучше. Это вообще отличный экземпляр. Сейчас немагнитные скоростные головоломки давно уже не актуальны. Поэтому рассматривать немагнитные версии кубиков можно разве что в качестве очень недорогого подарка тому, кому может это не понравиться. А так, если вам хочется заниматься спидкубингом, то надо сразу покупать магнитные. Они сейчас уже не такие дорогие. У вас есть 10х10? Да, конечно есть магнитный 10х10 от Диан Шенга. Отличный кубик. Сейчас, кстати, Диан Шенг выпускает версию 8х8 и 9х9 с магнитной крестовиной Болкор. Даже стало интересно. Вот из всей серии с 8х8 по 12х12, что есть у меня, именно 8х8 как-то хочется, чтобы он вращался чуть по-другому. Десятка вполне достойно вращается, но для своего размера. Восьмерку хотелось бы какой-то ей четкости. Я, возможно, даже Болкор 8х8 куплю. Думаю над этим. Может быть не сразу. Придется подумать покрепче, но мысли такие есть. А 10х10, да, вот он и не один. Есть еще от Сэнгсо. Старенький такой с наклейками. У вас есть ГАН-11. 11 нет, но есть 12. Хороший кубик со звуком целлофанового пакета. Он у меня есть. Ему на смену в моей любимочке пришел Торнадо V3 Пионер. Сейчас к нему добавилось еще Диан. Что в последнее время кручу Дианом и Торнадо. ГАН уже лежит на полочке. Его, кстати, мне тоже подарили. Но ГАН-12 кубик отличный. Сейчас просто вышел и 13, и 14, не знаю уже какой. Поэтому они очень быстро теряют актуальность по сравнению с новинками. Но собирать можно им и сейчас. Он всем хорош. 11-го не было и, наверное, уже и не будет. Какой ваш первый скоростной куб? Это Диан Жанчи. Вроде тогда была пятая версия. Диан 5 Жанчи он назывался. Размер 55 мм. А в те времена, в 15-м году, был моден 57. Но когда я заказывал сразу несколько кубиков, в наличии было только 55. Потому, хоть он был и Диан, и самый лучший на тот момент среди всех кубиков, когда было такое, что кубики дешевле 1000 рублей были топовыми. Но на нем как-то я собирал не так много. Потому, что хотел привыкать к 57 мм, и у меня был еще Шинкшоу Аврора кубик. На нем я, наверное, не собирал больше. Но первый скоростной куб Диан Жанчи. И он отличный, он хороший, но он, конечно же, без магнитов. Вот такой вот интересненький. И сейчас вот сравнить Гухонг Про М с красным логотипом. Уже 56 мм, чуть больше. А сейчас уже и 55 тоже размер стал модным. Но именно этот первый скоростной. Как вам Мегаминкс Чиченк? Правильно, так прочитается вроде бы. Ну, этот Мегаминкс Копадни Чи, очень старый, без магнитов, и потому уже давно не актуальный. Но его часто покупают как первый, почему бы и нет. Учиться собирать на нем можно. Но я сейчас считаю, как уже и говорил, немагнитные головоломки давно не актуальны. И если вы уже дошли до Мегаминкса, собирая там 3х3, что-то еще, то можно уже смело покупать магнитный. Хотя ничего плохого в нем нет. Учитывая, что магнитный лишь не сильно дороже, можно сразу магнитный и покупать. Поэтому этот Мегаминкс в 2024 году я советовать уже никак не могу. Но собирать на нем, конечно, вполне можно. Он не отвратительный. Сейчас мне пришлось его откопать с самого дальнего ряда полки с Мегаминксами. Дальше всех стоял. Где вы покупаете головоломки? Вопрос частый, но ответ на него меняется. Раньше я покупал в китайских магазинах, но в связи с санкциями PayPal с Россией больше не дружит. Поэтому там купить уже не получается. Покупаю теперь чаще всего на Алиэкспресс. Иногда на Азоне или в Алиэкспресс. Бывают там выгодные предложения и головоломки которых и на Алиэкспресс не найти. Такое тоже бывает. Выкрутили пиру Чиминг. Это, видимо, вот такая пирамидка. Ну, естественно, не магнитная. Может какая-то новая версия вышла, не знаю. Ну, да, крутил. Опять же, не магнитная, не актуальная. Крутить можно. А есть вот из той же серии MS. Гораздо лучше. Магнитная пирамидка тоже стоит не так уж и дорого. Она, конечно, не ган и не мою. Но совсем неплохая. Очень даже хорошая пирамидка. Но уже с магнитами. Вы будете делать видео о том, как делать фьюзит куб. Ну, фьюзит куб это такой бандаж, у которого такой вот уголок зафиксирован, заблокирован. Я, кажется, уже делал обучающее видео. И как раз вот на таком бандажном пубике. Бандажный набор. Сейчас здесь бандаж, имитирующий сиамский куб. 3х3. Хотелось сделать на него обучающее видео, но пока руки не дошли. Делать его из чего-то, да и делать другие бандажи 3х3. Учитывая, что есть бандажный набор, наверное, нет смысла, поэтому нет. Сиамские кубики, как сделать видео, будут. Но уже они и вышли. Будет видео, как сделать куб снежинка. Видео не так давно было со сборкой. 4х4 было на канале. Ну, 5х5, если получится сделать, тоже появится. Ну, а фьюзит нет. Зачем? Покупайте бандажный набор и делайте что угодно из него. Ну, либо берите обычную трешку и заклейте скотчем такой вот уголок. Будет фьюзит куб. Вы будете покупать мастер-морфиксы? Ну, наверное, нет. Я вроде уже все купил. Зачем мне еще? Разве что выйдут какие-то более крупные модели. На это сильно подумаю. Хотя, наверное, все-таки куплю. Такие звери интересные. Мне нравятся мастер-морфиксы. Я уже выпустил обучающее видео по 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5, если не ошибаюсь. Да, вроде было 5х5. Ну, 6х6 на очереди, но не знаю, когда это случится. Это что у нас? 10х10, это пока самый большой мастер-морфикс. Других нет. Как и вы тут? Подумаю. Будет ли рубрика о том, как магнитить кубы и головоломки? Ну, магнитить скоростные головоломки нет смысла. Они продаются уже магнитные. А магнитить какие-то странные головоломки, либо, ну, такие неофициальные дисциплины, наверное, есть смысл. Но я делал пока только кубоиды магнитной модификации. Даже была мысль, ну, это снять на видео процесс. Но пока что-то не хочется. То есть, скоростные головоломки точно нет. Это бессмысленно. А какие-нибудь уникальные, ну, не отрицаю, хотя пока и не планирую. У вас есть ГАН-13? Нет, у меня только ГАН-12. Уже рассказывал эту историю. И ГАН-13, 14, 15, 16 покупать пока не планирую. Потому что вот Торнадо В3, отличный куб. И мне его хватает. Да мне даже Даяна хватает, если честно, Гухон Провим. Но у меня есть Торнадо. И мне он нравится. Какие у вас рекорды по ВЦА-эвентам? Ну, это тоже часто спрашивают. Я отдельно от соревнований какие-то рекорды сильно не признаю. По 3х3 я сделал как-то САП-10 и сотку САП-15. Но все остальное, что было на ВЦА, пусть пока остается. Возможно, что-то я и улучшил. Но я крайне редко сейчас тренирую все дисциплины разом. Да и просто отдельно что-то тренирую тоже не часто. Но форму поддерживаю. Так что смотрите скрин. В описании можно найти ссылку на ВЦА. Она вроде бы там есть. Если нет, то напишите в комментариях, я прикреплю. Как вам МС-3 В1? До того момента, как появился торнадо В3 Пионер, я считал этот кубик самым лучшим. Он остается отличным кубиком. Он послужил свое и уступил место тем, кто лучше, чем он. Ну или посвежее, посовременнее. Торнадо. А так отличный кубик, но его время, по крайней мере, в моих руках уже подошло к концу. Тем не менее, его наверняка можно с удовольствием все еще собирать. Кубик отличный. Какие кубы у вас основные? Ну, вероятно, имеется в виду ВЦА дисциплины. Клок. Определенные чаи. Трешка. Пока все-таки торнадо В3 Пионер. Большие кубы, наверное, в основном это МДЖСи. Ну, 8 на 8 это Диан Шенх, но это уже не ВЦА. С Кьюб Ган либо Мою. Надо еще определиться. Пирамидка уже скорее Мою, чем Ган. Здесь уголки хорошие. Мне больше нравится. Но к ней надо еще попривыкнуть, я тысячу не докрутил, поэтому и обзор-то еще нет. Сквайр вроде бы Иксмен. Я уже, честно, запутался. Очень редко его сейчас собираю. С черной гранью какой. Либо Иксмен, либо МДЖСи. На 2 на 2. Видимо, Иксмен у меня остался в последний. Называется Флэйр. Пятерка, возможно, Даяна еще хорошая, но сейчас обещает еще кто-то новый 5 на 5. По-моему, это Иксмен. Да. Пятерку с магнитной крестовиной. Возможно, куплю. Будет интересно посмотреть на новые технологии в больших кубах. Как я говорил, уже Дьян Шэнг делает магнитную крестовину. Такую с шариком, с магнитиками. Для 8 на 8 и 9 на 9. Вот такая технология внедряется и в 5 на 5 Иксмен. Попробуем. Посмотрим. Когда будет обучение по методу Яу для 4 на 4? Ну, честно сказать, наверное, после метода Фридер для 3 на 3. Когда будет он, я пока не знаю. Но точно не раньше лета. Я в прошлый раз так же говорил в том году, но лето у меня выдалось очень тяжелое, и поэтому не вышло. Кто знает, что будет этим летом, загадывать не буду. Но определенно сначала с 3 на 3 надо разобраться, потом уже 4 на 4. Хотя 4 на 4 снять, наверное, будет проще. И финальный вопрос из этого блока. Сколько у вас бюджетных головоломок? Бюджетных понятие относительное. У меня есть и такие, и другие. И бюджетных, наверное, определенно много. Они измеряются, скорее всего, сотнями. Но я сейчас не покупаю бюджетные скоростные головоломки. Исключение я сделал для Даяна Гухонга, потому что он действительно очень хорош. Он стоил 1500, и там 1200-1300 где-то сейчас стоит. А так, бюджетные скоростные я больше не покупаю, так как нет в них смысла. А покупать их только ради обзора тоже не хочется. Просто их купить и поставить. Я либо покупаю какие-то новые виды головоломок, либо какие-то очень хорошие, более современные модели. Тех же 3 на 3. И вот 5 на 5 чту Тексмена. Либо магнитные версии старых немагнитных головоломок. Ну, что-то, что стало лучше. Но, тем не менее, бюджетных головоломок у меня много. Новый блок из 6 вопросов. Логин странный, юзер, е-е-е и так далее. Эта фишка от Ютуба, показывать логины вместо имени, фамилии, ну или как там себя назвал человек, мне не очень нравится, но куда деваться. Здравствуйте, с наступающим Новым Годом. Успехов, здоровья, вашей семье. И вопрос такой. Первое. Ваша мечта. Ну, если брать мечту в сфере именно головоломок, так как канал про головоломки, то, наверное, когда-нибудь сделать обучающее видео по всем головоломкам. Абсолютно по всем. Но это мечта, поэтому она, скорее всего, недостижима, так как выпускаю я обучающее видео раз в две недели. Есть сотни головоломок, которые уже сейчас надо отснять, обучающее видео, и они регулярно выходят новые, так что процесс бесконечный. И у меня работа, конечно, на века припасена. Поэтому это мечта. А вот второй вопрос. Какая у вас цель? Цель, опять же, в сфере головоломок. Я ее пока придерживаюсь. Это делать обучающее видео раз в две недели. Но с редкими исключениями, когда я меняю обучающее видео на ответы на вопросы и видео, как сделать какую-то головоломку самостоятельно. И выпускать два видео в неделю. Пока уже долгое время мне удается это делать. Хотя вот базовое расписание у меня было понедельник, четверг, 18.00. Но не всегда получается ему следовать. Поэтому сейчас и четверг, воскресенье могут видео выходить. И могут поздно ночью выходить. Но в неделю две штуки выходят. Третий вопрос длинный. Сколько вы планируете собрать головоломок? И сколько вы хотите иметь головоломок? И вы не думали, как и на какой головоломке закончить коллекционирование? Ну, коллекционирование можно только начать. Если только совсем не бросить занятие. Заканчивать не планировал. То есть потихоньку, хоть по одной в месяц покупать-то можно. Не разоришься. Главное, чтобы выходило что-то интересное. А сколько штук собрать, это уж сколько получится. Какой-то конкретной цели собрать 100 кубиков и все, у меня нет. Как бы 3 на 3 уже давно за сотню. Только обычных трешек у меня перевалило. Надо, кстати, каталог закончить. Не знаю, когда это случится. Опять не раньше лета. Очень много на себя взвалил занятости. Поэтому многое не успеваю. Следующий вопрос, продолжая тему. Как давно вы занимаетесь головоломками и долго ли хотите заниматься этим замечательным увлечением. Но начал я, как уже говорил, в 2015 году. Это уже почти 9 лет. А заканчивать не планирую. Пока выходят интересные головоломки. Пока у меня есть старые. У меня есть куча головоломок, которые я даже ни разу не перемешивал. То есть даже закончу я их покупать. А мне всегда будет чем заняться на досуге. Когда будет много времени. Не будет интернета, не будет чего-то еще. Всегда смогу достать из полочки свои запасы и их пособирать. Когда вы планируете показать свою коллекцию? Ну, в прошлых видео я коллекцию уже показывал. Коротко, обзорно. Видео ответы на вопросы имею в виду. Видимо даже во второй части, а может даже и в первой. Уже не помню. По тайм-кодам можно посмотреть. Обзор коллекции. Он, конечно, когда-то случится. Как я уже говорил не раз. Это будет формат нескольких частей по 50 головоломок. Сценарий для первой даже был уже написан. Но эта задача не приоритетная. Это вроде как просто похвастаться. И не так быстро это делается. А снять за раз всю коллекцию, ну это просто невозможно. Ну и чтобы выходили такие видео не чаще, чем раз в месяц. Будет много частей. То есть больше 10, очевидно. Больше 20 даже, наверное. Ну, к этому нужно подойти ответственно. Потратить много времени. Ну, когда-нибудь это случится. Не раньше лета, опять же. Может что-то и сниму. Как буду посвободнее. Вы планируете покупку Мегаминкса 8х8? Желаю успеха, счастья, здоровья, любви. И всего самого наилучшего. Спасибо за пожелание. Да, Мегаминкс 8х8 это тот, который у меня отсутствует. Это 6х6 от Цинксо. Отличная модель. Но 8х8, конечно, продается. Примерно в таком же форм-факторе от Цинксо. Но уже не хочется покупать головнуки с наклейками. Когда есть уже Экзаминкс без наклеек. А это практичнее. И я буду ждать до последнего выхода либо цветного пластика, а еще лучше с магнитами. Ну, посмотрим, что нам предложит Дян Шенг. Даже там Цинксо уже что-то делает в этом направлении. Экзаминкс тому пример. Ну, посмотрим. Торопиться не буду. Но, конечно, такой Мегаминкс мне нужен. Ну, если кто подарит, я, конечно, не откажусь. Цинксо Мегаминкс 8х8. А, кстати, центр с наклейкой. Что интересно. Вот у настоящего четного ДДК ядра не должно быть, конечно, цветного центра. Он должен быть бесцветный либо черный. Но даже с центром я согласен на него. Но покупать торопиться не буду. Далее 5 вопросов задал коллега по ютубу SoulPuzz. Привет. Про апельсин. Удалось ли собрать? У меня терпения не хватает. Да, собрал. Понял принцип. Как оно что работает. Но нужно еще систематизировать знания, как тут оставить ребра. Какие-то там есть тонкости, которые я сейчас уже не вспомню. Непростой шипло 3х3. Наверное, один из самых таких корявых. Но успешно собирается. Сделаю когда-нибудь обучающее видео сразу после персика, похожего на свеклу. Но собрать собрал. Делаете ли вы выходные от головоломок или собираете ежедневно? Второй вопрос. Практически каждый день, наверное, собираю. Но это чаще как антистресс. Отвлечься, подумать, покрутить тоже трешку. Собрать, потратить 30 секунд на перемешивание и сборку. Но, учитывая, что трешка у меня всегда под рукой, работаю я дома. То почти каждый день. Крайне редко может случиться такое, что за день я что-то не собрал. Очень редко. Это если я куда-то уехал или чем-то другим весь день занимался и не мог оторваться. А так практически каждый день и специальных выходных я не делаю. Поскольку это хобби, я от этого не устаю. Но собираю для удовольствия. Будет ли обзор всей коллекции? Ну, это вопрос повторяется. Да, когда-нибудь будет. Будет много частей. По 50 головоломок. Не раньше лета. Может позже. Может когда-нибудь. Задача не самая приоритетная. Сейчас полно и других задач, на которые можно потратить свое время. Если я не ошибаюсь, насколько я помню, ваш любимый тип кубоиды. Не изменился ли тип любимых головоломок на сегодняшний день? Да, кубоиды мне безусловно очень нравятся. И да, это большой тип головоломок, где много чего интересного есть. Но это не мешает мне любить и другие типы. Те же мастер-морфиксы. Очень люблю. Но они конечны. Коптеры. Отличные головоломки. Очень нравятся. Вообще у меня по настроению. Вот в последнее время было настроение на циркулярные кубики. А вот поэтому у меня они почти все и появились. Кроме надублирующих. Очень интересно собирать. И так как эта вот серия именно становится у меня модной. Я ее собираю. Потом меняю. Выходит что-то интересное. Я также люблю дегаэдры. Люблю большие кубы. Я вообще люблю головоломки. Именно поэтому я наверное и занимаюсь этим благотворительным делом на ютубе. А кубоидов их просто наверное больше всего. Поэтому я люблю сильнее. Они хорошие. Они интересные. Они понятные. Хотя есть кубоиды с крейзи элементами. Там конечно чуть посложнее. Надо иногда подумать. Если не кубики. То тогда что? Есть ли другое хобби, про которое был бы ваш канал? Ну, сравнимого с кубиками, наверное такого хобби нет. Хотя у меня хобби это немного спорт. Я немного бегаю. Поэтому возможно было бы если хобби, то пробег. Но такое вряд ли я бы стал делать. Так как. Ну, либо показывать как я изне спортсмена превращаюсь в спортсмена. А я не хочу быть профессиональным спортсменом. Поэтому, наверное, все же нет. Либо показывать как я медленно бегаю с большим весом и мотивировать кого-то. Но все же нет. Если и был бы у меня канал на ютубе не про головоломки, это скорее всего была бы математика. Так как я учу людей математики. Ну, в основном детей. И возможно канал по математике я когда-нибудь сделаю. И не такое это отдаленное будущее. Но это будет связано уже с работой. И это будет уже вряд ли чисто благотворительная затея. Дальше задает вопрос 100 кубов головоломок. Добрый день. Сколько у вас всего шестеренчатых головоломок? Геркуб, герпирамикс и так далее. Шестеренчатых головоломок у меня штук 15, наверное. 10 только от Лан Лан. От Чи получается штук 6. И какие-то еще герпиксап, герп два на два от Оскара. Что-то такое. Ну, штук 15, 16, наверное, есть. Может 18. Про эти вот кубики от Лан Лан буду постепенно рассказывать. Время от времени буду выходить. Хотел раньше сделать большое видео про все 10. Но этот хронометраж, наверное, будет огромный. Поэтому будем по одному. Так как сейчас мало чего интересного выходит. А каждой хочется видео все-таки собрать. Планируете ли вы делать еще какие-то обучающие видео по бандажам 3х3? Да, план такой есть. Задача не приоритетная. Но какие-то бандажи еще будут. Как-то посмотрел. Там старые видео обучающие по бандажам. Набрали какое-то количество просмотров больше, чем тысячи. Значит, все-таки кому-то интересно. Бандажи. Тема практически бесконечная. Там можно снимать сотни видео по сотням бандажей. Но обычно к ним как-то люди равнодушны. Но все равно они на канале будут. Так как здесь проект некоммерческий. Я пытаюсь по возможности учитывать пожелания людей. Многие думают, что вот они пишут мне. Сделай обучающие видео по гигамиксу. А я не делаю. Не потому, что я такой вредный. А потому, что перед гигамиксом должно быть что-то другое. Но когда мне просят какие-то глумки, которые не должны иметь предысторию, рассказать, как собираются. Я часто прислушиваюсь и собираю общественное мнение. Так было с зеркальным кубиком 2х2. Я выпускал. Из-за чего и пошла серия шипмодов 2х2. Сейчас вот часто просили зеркальный аксис. Пинроуз куб. Это вот будущие кандидаты. Если я найду на них время. Так что не стесняйтесь писать в комментариях под любыми видео, какой глумк вы хотели бы увидеть. Я все это вижу, если ютуб не удалит. И принимаю во внимание. Это не гарантия того, что я все брошу и тут же начну снимать и вне очереди буду выпускать. Но я учитываю мнение своих зрителей общественный запрос. Еще один вопрос. Будет обучалка по сиамскому кубику. Обязательно будет. Хотелось даже в ближайшее время это сделать. Но так проскинул. Мысли, наверное, пока не получится. Но мысли такую держу. Сиамский надо определенно пособирать. Пока собирал снежинку. Всякое поспоминал. Интересное здесь. Будет и простой метод. Наверное, в том же видео, как с помощью F2L там собирать. Но что-то придумаю. Что сиамские кубы очень интересные. Их легко сделать самостоятельно. Даже вот такой вот пятерной снежинка. Выпущу отдельное видео с тонкостями. Как сделать, возможно, скоро. И обучающее видео, конечно, я планирую. Когда сказать не могу, возможно, в этом году. На год в запасе шансов много. И тут еще залетел Дмитрий в последний вагон. Пожелал всякого хорошего. Видите на экране. И задает еще один вопрос. После приобретения Unicorn кубика, какой из промежуточных посоветуйте для покупки? Или сразу сам приобретать? Ждем видео с ответами. Ну, после Unicorn я бы посоветовал Crazy Unicorn пособирать. Вот такой вот. Он как раз есть в цветном пластике. Наверное, интересный. Сам его еще не собрал. А большего посоветовать и не могу, так как сам и не приобретал ничего этого типа дальше. Но Unicorn, конечно же, главу-ка интересный. Мне нравится. И обычный. Ну и Crazy я когда-нибудь разберусь. Начинал пару раз, но пока успеха не добился. Ну, просто не посвятил этому достаточно времени. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok